PAX Corpus. Возможно, худшая игра на PlayStation, в которую я когда-либо играл. Впервые я познакомился с ней около 10 лет назад, и тогда я не смог поиграть в неё даже час, настолько она была плоха. Но знаете, сегодня я решил дать ей второй шанс. Может быть, в те времена я просто чего-то не понимал и не смог её, как стоит, распробовать. Сегодня мы это узнаем. Но знаете, прежде чем я начну, у меня есть к вам одна просьба. Но никогда, ни при каких обстоятельствах не играйте в неё. Поверьте мне, вы этого не хотите. Что ж, самое время начать. Но, может быть, вы хотите, чтобы я рассказал вам о какой-нибудь другой игре? Например, Resident Evil или Dino Crisis? Или... Точно! Я могу рассказать вам рецепт очень вкусного яблочного пирога. Да, я знаю, что мне нужно делать обзор на PAX Corpus, и раз уж я начал, то я должен закончить с этим делом. Но вы знаете, эта игра настолько плоха, что она недостойна запускаться на оригинальной консоли. Поэтому я буду играть в неё на PlayStation 3 с помощью эмулятора. И знаете, эта игра даже недостойна того, чтобы я использовал для неё оригинальный геймпад. Поэтому я буду играть с вот такой вот копией DualShock 3. Она настолько плоха, что я хочу выкинуть прямо сейчас её в окно. Стики на этом джойстике настолько тугие, что играть просто невозможно. Но эта игра не использует аналоговое управление, поэтому для неё сойдёт. Давайте немного поговорим о сюжете. Действия игры происходят на далёкой планете Ознама, где власть захватили женщины, а заведует всем одна мегакорпорация Elkhon. Нам нужно раскрыть тайну Пакс Корпуса. Звучит неплохо, и при правильном подходе мог бы получиться хороший киберпанк-боевик с привлекательными девицами в главной роли. Но, как обычно, что-то пошло не так. И уже с первой заставки мы видим, насколько тут всё плохо. Чего только стоят эти убогие анимации движения и квадратные лица. Я, конечно, всё понимаю. На PlayStation были определённые технические ограничения. Но почему анимация настолько плоха? Да, вспомните заставки в Resident Evil, Dino Crisis. Они были просто шикарны. Как можно было сотворить такое? После такого экрана загрузки велик риск проснуться от ночного кошмара. Что можно сказать о самой игре? Ну, это типичный шутер от третьего лица. Нам придётся управлять девушкой, а в арсенале у нас есть удар рукой и пистолет. В игре есть два вида противников. Девушки с плазменными ружьями в серых комбинезонах и безоружные девушки в костюмах стюардесс. Геймплей просто незатейлив. Ходим по однообразным локациям, убиваем врагов и ищем выход. Знаете, что мне нравится в этой игре? Когда противники умирают, они падают на пол и поворачиваются к вам с задницей. Да, это тупо, но выглядит забавно. Кстати, после того, как я разделался со всеми на уровне, я около получаса бродил, не зная, что делать. Я стрелял в стены, надеясь, что откроется проход, и когда я уже собрался выключить приставку, я случайно наткнулся на выход. И почему же я сразу его не увидел? Как я мог догадаться, что проход находится именно там? В этой игре всё абсолютно одинаково и однообразно. Второй уровень представляет из себя вагон, в котором нужно всё время бежать прямо. При этом на пути нам будут встречаться странные оранжевые существа, похожие на гомункула или окорочка с зубами. При этом они лают, как собаки, а после смерти издают такой же собачий вой. А в конце уровня нас встретит босс. Странная женщина с огромными сиськами и третьим глазом на лбу. Всю жизнь мечтал встретить такую. Как бы там ни было, к ней нельзя просто так подойти, потому что она находится за лазерной перегородкой, и сколько бы я в неё не стрелял, я так и не смог ни разу попасть, потому что она постоянно уклоняется. Вы знаете, моя главная претензия в этой игре вовсе не к графике, а к управлению. Это очень сложно передать словами, но оно здесь настолько неотзывчивое и топорное, чтобы вы просто понимали, когда я нажимаю кнопку, персонаж поворачивается примерно с задержкой в одну секунду. Может быть, я и попал, но нигде нет полоски здоровья врагов, поэтому я не могу сказать точно. Честно говоря, я не представляю, как с ней сражаться, поэтому после нескольких неудачных попыток, на которые я потратил около получаса, я просто забил на игру. Ещё меня удивляет тот факт, что игра при своей посредственной графике умудряется тормозить. Обычно игры на первой PlayStation работают с частотой 30 кадров в секунду, но я замерял, и PAX Corpus работает с частотой 18 кадров в секунду. Самое страшное то, что иногда игра проседает до 8 кадров в секунду. Ах... Знаете, друзья, даже по прошествии 10 лет эта игра сосёт. Я пытался дать игре шанс реабилитироваться, но нет. Эта игра отстой. Знаете, этот кусок цифрового кала навсегда должен остаться в аналах истории. Если вы захотите после моего обзора поиграть в эту игру, и не дай бог приобрести её себе в коллекцию, то, знаете, вы совершаете самый большой грех в своей жизни. Я даже не знаю, почему я решил вспомнить про эту игру, ведь на первой PlayStation есть огромное количество замечательных проектов. Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Resident Evil, Dino Crisis, Tony Hawk, Spider-Man. Да этот список можно продолжать бесконечно. В общем, вы поняли, что эта игра отстой, и я не рекомендую в неё играть. С вами был Ретро Псих, до скорых встреч, пока!